12 апреля, все мы знаем, что в 61-е годы советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур. И впервые в мире он совершил орбитальный полет. В День космонавтики ветераны легендарного космодрома Байконур встретились с участниками Одинцовского клуба «Активное долголетие». Мероприятия начали с просмотра серии документальных фильмов об освоении космического пространства и о тружениках Байконура, которые более чем за 60 лет существования космического комплекса выполняли стратегически важные задачи. И немалую роль в его работе сыграли жители Одинцовского округа. Ветераны у нас Байконура уже возрастные, потому что если подходить, то до начала космодрома Байконур, появления до, так скажем, 80-х годов, космодром Байконур был в ведении ракетных выстратегического назначения. И ветераны, офицеры, которые служили там, шли по карьерной лестнице вверх и оседали в Одинцово. Один из ветеранов, участник запуска первых советских космонавтов, полковник Григорий Пихенько, представил зрителям ролики со своими стихотворениями об освоении космоса. Также на встрече затронули важный вопрос для всей страны – помощь военнослужащим в зоне спецоперации. И поблагодарили окружных депутатов от «Единой России» за вклад в общее дело. Огромное спасибо. Аксим у нас постоянно сопровождают грузы в Донецке? Постоянно, постоянно. Оксана, как директор школы, проводит все мероприятия со школьниками. Понятно, да, отхочу и практически. Вот я сколько бывал у нее, все внимательно ее слушают, дисциплина исключительно, и все. Встреча ветеранов и долголетов по случаю праздника прошла впервые. Но подобные мероприятия следует проводить на постоянной основе, считает руководитель проекта «Активное долголетие» в нашем округе Ирина Баженова. И такие встречи для нас, они тоже очень теплые и важные. Мы поэтому хотим, конечно, чтобы вы все-таки встречались здесь у нас регулярно. Мы будем поддерживать эту инициативу и надеемся, что это не последняя встреча в ближайшее время. Так что приходите. С праздника вам всех с наступившим сегодня. Еще раз огромное спасибо и рады знакомству. В завершении мероприятия было организовано чаепитие со сладостями и фруктами, на котором участники встречи могли пообщаться в неформальной обстановке. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова